Доброе здоровьица! Давненько я хотел почитать вам свои стихи Все как-то не решался Но тем не менее, вот я решился Я стараюсь в своих книгах И в стихах тоже Человека возвысить Или хотя бы Ну будем говорить, поднять ему настроение Ну и вот Потихонечку у меня накопились мои стихи Которые я сам сочинил Которые мне дали сверху И я заострю ваше внимание Которые я сам сочинил Которые прошли через меня В таком вот вожживанном состоянии И задача Я думаю Заключается в том Что вы будете смотреть Это видео Слушать мои стихи И вы обратите внимание На свое Душевное состояние Как оно меняется Какие эмоции Появляются Ну как говорится Ближе к делу Свои стихи Я Сразу же записываю На телефон Чтобы не забывать И кстати Стихи помогают Бороться Со старческим Слабоумием Чтобы у вас Работал мозг Чтобы была память Чтобы вы сохранили Ясность Мысли В любом возрасте Особенно в пожилом Итак Стихи Самые последние Белый снег На землю ляжет И грехи мои Замажет Снова чисто Снова ново И душа На все Готова Это был Самый последний Стишок А это вот Предпоследний Не то уж солнышко Что летом Не тот и воздух По утрам И осень нас Бодрит своим приветом Дальше не сочинил Здесь Насколько я понял Важно Не то чтобы Что-то длинное Такое сочинить А хотя бы Две строчки Ну чтобы они были Там в рифму Чтобы Будем говорить Хотя бы Вам что-то там Такое нравилось Вот значит Один Из Вариантов Такого Стихотворения Наяву Или во сне Я немножко Люблю Будем говорить Так сказать Тайну Что-то такое Потустороннее Что Что движет Человеком Что его окружает Что его как-то Подталкивает Что его в конце концов Оберегает И дает Как бы сказать Надежду На лучшую жизнь Итак Вариант Наяву Или во сне И наяву Или во сне Скорее Где-то Между ними Я вижу Птицу На плече И слышу Шепот Ее мне Жди Изменения В судьбе Твои слова Дела И мысли Пределы Что отведены Уже Наполнены Созрели Оформились Прекрасный Плод И вас Награда Сударь Ждет Вот такое Стихотворение Называется Мы в жизнь Приходим Мы в жизнь Приходим Чтоб трудиться Трудиться Над своей Судьбой Любить Мечтать И веселиться Болеть Страдать Переживать И опыт Жизни Получать Который Нас с тобой Меняет От скверны Всякой Очищает Вратами Тем Вратами Темными Ведет Где нас Творец С тобой Ждет Ага Тут несколько Иной Надо Мы в жизнь Приходим Чтоб Трудиться Трудиться Над своей Судьбой Любить Мечтать И веселиться Болеть Страдать Переживать И опыт И опыт Жизни Получать Который Нас с тобой Меняет От скверны Всякой Очищает Вратами Тесными Ведет Где нас Творец С тобою Ждет Вот это Вот Правильный Вариант Люблю я Такие Знаете Сыхотворения Ну Веселые Такие Озорные Будем так Года Бегут А дурь На месте И пусть Лысит Голова Но мы Стареем С дурью Вместе И это Здорово Друзья Без дури Сразу Умирают А с дурью Весело Живут Играют Прыгают Хохочут И даже Деток Создают Вот Такое Вот Стихотворение Шаловливое Летят Косматые Тучи И гонит Ветер Могучий И там За высокой Кручей Нас Встретит Счастливый Случай Кстати Это Стихотворение Можно Как Своего рода Заклинание Повторять Для того Чтобы Привлечь Этот Счастливый Случай Ну Что бы Вам Сказать Не то Что я Там Себя Пробую В Стихотворчестве В Пении В Сочинении Музыки Все это На начатках Над всем Этим Надо Работать Глядишь Что то И получится Пока Пока Ну это так Вот то что имеется То же имеется Не более того Без всяких Без всяких Претензий Но тем не менее Я Пропою Вам Такую Песню Которая Называется Цветет и пахнет Абрикос Как раз Это когда было Дело Летом Цветет и пахнет Абрикос Весна бушует Так и надо А у меня Один вопрос А у меня Один вопрос Где ты живешь Моя отрада Весной Девчонки Как цветы Нарядны Пахнут Ты красивый Их платье Словно лепестки Их платье Словно васильки И голову мою Волнуют К тебе Я смело Подойду С мужчине Прячу За улыбкой И за руку Тебя возьму В твои глаза Я загляну Это будет Не ошибкой Цветет и пахнет Абрикос И белый цвет Подобен Снегу Весной Волнует Нас Любовь Весной Волнует Нас Любовь И это Здорово Ей Бу-бу А почему бы и нет Ведь это Действительно Здорово Так Сочиняю я И детские Стишки Такие Ну вот Например Про щеночка Щеночек Дворняжка Ко мне Подбежал Руку Лизнул Хвостом Завилял Ищет Хозяина Верного Он Чтоб Будочку Сделал Вкусно Кормил И на прогулку Всегда Выводил Дальше Я не стал Сочинять Хатом Можно Там Будут Хозяина Пес Защищать Это Вроде бы Такое Сейчас Как раз У нас 15 декабря На улице У нас Не мороз А дождь Такая Мерзопакостная Погода И вот Для того Чтобы Развеселиться Или как бы Сказать Поднять Себе Настроение И вот Такое Шутливое Но тем Не менее С философским Уклоном Стихотворение Когда на улице Дубай А это верно Ведь январь Ты лучше Дома посиди Чаек Попей Смотри В окошко Голодных Птичек Покорми И обылом Чуть погрустит А там Весна И все Растает И лето Жаркое Придет Свои проблемы Принесет Уж Коль январь Такой Случился В июле Смолит Всех Жара Купаться Будем До утра И тело Покрывать Загаром Потом Дожди Ты их Немного Подожди И снова Холода Полюбишь В оконце На мороз Глядя Чаек Душистый Разливая А жизни Бредная Рассуждая Что хорошо И в жар И в холод Здоровье Крепкое Иметь А остальное Просто Медь Ее не стоит И иметь Своё здоровье Тратя Даром Так будем Жить И процветать И строки О любви Писать И посылать Их Прямо В сердце Готовы Сию Принять И от Восторга Засиять Двустишье Такое Две строчки Мама рулит Под Новый Под Новый Год И откуда Мама рулит Такое Чего-либо Чего-либо Воспитание В то время Что-то Что-то Нам бы хотелось Свои желание Чего-либо Когда я часто ездил в Москву, как раз ты едешь в поезде назад, и вот мелькают в окне там разные пейзажи, и вот такое вот получилось стихотворение. Качает поезд, в окне мелькает, и что нас ждет, никто не знает. Судьбы рулетка нас кружит-кружит, и надо жить, пока не тужит. И снова нас в север, опять-таки в Москву, да, когда я ездил. И вновь нас в север, нас поезд мчит, мелькают голые деревья, зеленые стоят поля, и ждет меня опять Москва. Но нет уж тех надежд, что в юности бывали, амбиции ушли, а остались лишь дела. Однако я еду в радости, а не в печали, к сюрпризу, что готовит мне судьба. Вот такое стихотворение «Любить желать». Любить желать, мечтать страдать, и не напрасно в мире жить, так хочется всего укусить. Мечты приводят нас к страданиям, желания туда же ведут. Проходит жизнь вся в ожиданиях, напрасно лишь года текут. И лишь любовь нас согревает, и душу нашу развивает, обогащает жизнь и быт, так не мудрости гласит. К 8 марта. Это посвящается женщинам. Как-то жена попросила меня на 8 марта, говорит, вот надо что-то там написать на открыточке, чтобы кому-то там подарить. Ну, а я взял да сочинил вот такое вот стихотворение, это было несколько лет назад. В окошко солнце светит жарко, и птица песенки поет, журчат ручьи. 8 марта. 8 марта к нам идет цветы, конфеты и улыбки. Вам дарим щедро от души. Мы любим вас и понимаем вы воплощение любви. Посвящается всем женщинам. Ну, это такое шутливое стихотворение. Зависюн висит и плачет, слезы капают из глаз, а наш телик зависает, не показывает враг. Ну, что-то такое ни в сладушке, ни в ладушке. На женскую тему, на тему красоты, на тему, знаете, вот, ну, как бы сказать, вот такой связи мужчины и женщины. Совсем недавно был в музее, смотрел картины мастеров. Из зала в зал переходя, я замер, вдруг ее увидев. Картины меркнут перед нею. Сама прекрасный экспонат, и я балдею от музея, и сам не знаю, что сказать. Ну, такие философские стишки. Живи открыто, честно, смело, и жизненную радость постигай, а если будут в ней ошибки, их осознай и исправляй. Чем надо, в принципе, и заниматься. Была без радости любовь, разлука будет без печали. Стихотворение не окончено, но, тем не менее, интересны такие строки. Не бойся жить, истина одна, иди смелей, влюбляйся без оглядки, не предавай мечту расти детей, и не мешай Творцу творить. Он был из умных и лихих, тех, что не всякому приятны. Но больше не было таких, да и не будет вероятно. Только это не о себе стихи, но, тем не менее, вот такие интересные. Да, и вот мы, наконец-таки, дошли до таких стихотворений. Их всего у меня два, которые я просто записал. Когда ты к чему-то стремишься, в каком-то направлении работаешь, это направление начинает работать с тобой, оно откликается. Понимаете, идет вот интересная такая вот взаимная вещь. Это как сейчас вот в интернете, ты набираешь какой-то адрес, ты стремишься к какому-то сайту, к каким-то там, допустим, статье, и та статья идет тебе навстречу раз и в твоем компьютере. Вот примерно так и у меня получилось. И я просто записал это стихотворение. Она называется «Я мера мироздания». Это будто с тобой говорит вот это вот все действительно мироздание, в котором ты находишься, и оно ждет от тебя, что ты будешь сотрудником ее. Ты, ее частица, должен ее не разрушать, как клеточка в организме, она может превратиться в раковую клетку и разрушить все это мироздание. Так точно и человек может разрушать своими мыслями, своими делами, я не говорю там планету и так далее, даже до мироздания. И вот оно так с тобой говорит. «Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миру. Я формирую бытие, свое, ее, вселенной всей, источник любви своей, которой космос заполняет. Я так живу и процветаю, буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощать. Заполню этим все миры, где буду я, где будешь ты. Ведь я и ты – две меры этой красоты. Мы действительно две меры этой красоты. И я, знаете, уже давненько перестал кого-то осуждать, а тем более обзывать и ругаться. Так человек находится на той или иной ступени своего развития, совершенства. Ну, он ее проходит, он вот такой, его надо принять. Можно ему там что-то подсказать, если он там поймет, но осуждать его за тот опыт, который он должен получить, таким путем, но никак его нельзя. Поэтому, ну, вот такое вот. Сразу прочитаю другое, такое же стихотворение, которое прошло через меня. Они запомнились, как-то, знаете, прочертились во мне. Так как я со словом работаю, и мне, вот, знаете, очень важно в своих сейчас книгах, ну, в речи не особо, конечно, я такой неречистый, но тем не менее я стараюсь, чтобы мысль отображали те слова, которые соответствуют этому. Всю иностранщину я стараюсь исключить, потому что она только нас выводит из... Важно, чтобы твоя мысль была оформлена в соответствующие слова, которые бы связывались, вот, знаете, как адрес вы только даете в интернете, и он связывается именно с тем файлом, какой должен быть. Если какие-то искажения небольшие идут, то вы просто до нужного сайта, до нужной статьи, до нужного материала не добираетесь. Поэтому я и стараюсь. И вот я особо обратил на это дело внимание, старался, знаете, только хорошие слова, вот такую методику использовать, и она принесла свои плоды. Прошло вот такое вот через меня стихотворение. Я тайно слово постигаю, которым Бог творил миры. Оно во мне, я это знаю, чудесной, дивной красоты. Оно снова существа и заставляет сердце биться, любить, творить и верить в жизнь, что вечно, вечно, вечно длится. И мы и вспомнили, произнес, и чудо дивное случилось. Свет счастья брызнул из меня, и время юности явилось. Теперь живу, люблю, творю, а слово тайное храню. Поэтому очень важно, чтобы вы... Шутливое стихотворение. Вареная курица, она уж не жмурится. Вареная курица не может летать, лежит на тарелке, не вякает, не бякает. А я ее буду сейчас вилкой ковыть. Это такое москотворение отдыхающее. Когда вот отпуск, и вы едете на море. Лечу на море, предвкушаю, как буду плавать и нырять. Там много неба голубого и бирюзового вода. Дельфин резвится на просторе, и ята белая видна. Там плещут волны, слух лаская. И там меня, конечно, ждут мечты, что в небо увлекают. И сны, что в рай ведут. Ну вот, когда начались события на Украине, вот это на Ленбасе, вот родились такие строки. Как хочется хороших новостей. Чтоб кончилась война, и дети гром не путали со взрывом. Цвелись сады и наслаждаться тишиной. Той тишиной, что называем миром. Такое четверостейшее, посвященное объяснению, почему я не курю. Сигарета, сигарета, два конца и все в дыму. Полная да никотина, из-за этого не курю. Много сихотворения посвящаю дому, домашнему очагу, уюту, семье. В доме уютно и светло, лучик солнца бьет в окно. Тишина и благодать, хорошо здесь проживать. Рядом речка, соловьи, слышится кукушка, и жена мне говорит о любви на ушко. Вот когда бывают трудности, и кажется уже все, все полетело в тар-тарары, и нет сил собраться, я советую, ну вот такие вот хотя бы мои строки читать. Возможно, это был конец, который стал всему началом. Я ногу ставлю на ступень и начинаю все сначала. И вы знаете, я прошел для себя вот это вот оздоровление. Конечно, я им еще буду заниматься. Но меня интересуют различные аспекты творчества. И до того, как были проблемы со здоровьем, они меня интересовали. Но, естественно, все пришлось отставить и выбирать, либо ты выживаешь, либо ты, значит, не выживаешь. Тут уже не до творчества. И все это дело меня, конечно, увлекло сильно, здорово, на долгие годы. Но теперь, когда как бы сказать, не хочу сказать, что я все там познал, но то, что вот мне, то, что я знал, этого хватит на данную жизнь. Мне хочется заняться каким-то другим видом творчества. Ну, посмотрим. И вот я хочу выделить время для этого. Когда я был на Красном море, я сидел вот так примерно на берегу, смотрел на море. И родились такие стихи. Синее море красным зовется. Пальмами, тёлками тянутся вверх. Ветер ласкает, и солнце смеется. Так оцени это все человек. То есть, вообще-то, это можно и в средней полосе оценить. Понимаете? Простые вещи оказываются самыми желанными, самыми-самыми вот ценными. А не то, что, конечно, там машины, коробочки различные на колесах. И это просто так, чтобы показать, что ты не хуже других. Вариант этого стихотворения. Синее море взор расслабляет. Белые гребни бегут по воде. Так хорошо лишь у моря бывает. Сон наяву или грёзы во сне. Очень удачно подобраны слова. Вы понимаете? Вот действительно. Если удачно подобраны слова, ну не говоря уж, конечно, о арифме, то это вот производит на всю твою сущность такое какое-то мощное впечатление. И ты, как бы сказать, со своим духом начинаешь резонировать. И он тебе даёт подпитку. Так, ну и дальше идёт. Ласковый ветер с моря струится. Белый кораблик плывёт по волнам. Всё это красиво и поэтично, если в гармонии с разумом сам. То есть я как раз вот когда отдыхал на этом Красном море, вот такое вот состояние, знаете, беззаботное. Ты смотришь вот в синее там море, полно рыбок, значит, над тобой безоблачное небо. Всё это как-то вот привело к тому, что ты вошёл в такой интересный резонанс. И есть такие вот строки. Красивые формы, чудесный загар. Проходит она и волнуется чувство. И я ощущаю божественный дар. Желать и любить то, что в сердце хранится. Желать и любить. Откуда он? Он действительно в наших сердцах. О, какое-то да. И как он вас облагораживает. Синейский вечер, томно наступает, и темнота нас нежно обнимает. Чуть освежает с моря ветерок, и я запомню этот вечерок. Ах, какие вечера бывают, как они врезаются в память. Вечера весенние, летние, зимние, осенние. И все они оставляют в нас свой отпечаток. Только просто надо этому уделить время. Ну, не уделяем мы время. Всё, спешим что-то куда-то. И мы пропускаем саму жизнь. За какими-то суетными мыслями. Каламбур. Называется «жёлтое полотенце». Лежит под солнцем, выцветает. Нет, она просто загорает. А что лежит и загорает? Ну, то, что просто выцветает. Такой словесный каламбур. Да поместит под абажу. Тогда всё станет на места, где была раньше пустота. А вот это, конечно, так и, знаете, ну, как бы это назвать, но я считаю, это очень удачный такой словесный оборот с таким, с некоторым смыслом. Называется «но после этой даты». Но после этой даты оказался он под даты. И не важно, что за дата. Ведь она уже под дата. А когда она под дата, нам сойдёт любая дата. Про шведский стол. Ах, шведский стол. Ах, шведский стол. Для мысли творческой простой. Обетованная земля, где много всякого жратья. Колбасы, утки, мармелад. И для гурманов шоколад. Рогалик, пончик, сахарок. Бри побольше и ешь впрок. Детское стихотворение я немножечко сочинил, выставил в интернет. Народ потребовал продолжения. Кстати, его можно и как песенку спеть. И я как раз и вот это вот стихотворение пропою. Вы уж извините за такого певца, но тем не менее. Душа просит. Рыжая киска лежит на тахте. Сладко мурчит она что-то во сне. Часики тикают, чайник кипит. Месяц в окошко лукаво глядит. Снится кисуля, толстая мышка. Ручки хозяйки, любимая миска. Ладят её и чешут за ушком. Она повернулась к нам беленьким рюшком. Ах, милый котейка, вставай побыстрее. Мы будем встречать с тобой наших гостей. Покажем прыжки им кульбиты сальто. Потом ты получишь от мамы сальто. Потом ты получишь от мамы сальто. Мне кажется, вот это стихотворение мне также удалось. Арабская ночь. Звёзды горят. Бархат неба. Пальмы шумят. Нежно колышет волны прибой. И наши сердца волнуют любовь. День окончился и не повторится. Пролетел, как конь, и не возвратится. Красотища в нём, а ты и не заметил. Так и жизнь пройдёт, будто пустой ветер. Психотворение посвящено теме еды. Ну, такое шутливое. Ну, такое шутливое. А на фисташки медитируй. Да, без еды, конечно, никуда не деться. Лес берёзовый стоит. На просторе. Ну, такие строки. Закат пламенеет. Там тепло. Кто читает, кто поёт. Ежу её свой бутерброд. А это про интернет. Ох, этот интернет. Интернет меня пленит. Огоньком экран горит. Я читаю и смотрю. Даже что-то там пишу. Сиски, попы, телеса, кошки, мопсы и попса. Глаза разбегаются, мозги расплавляются. Ох, и чудо интернет. Можно плавать в нём сто лет. Даже тысячи будет мало. Так поспи, дружок, сначала. Про баню. Я поклонник бане, но не такой уж ярый. Но люблю. В бане был парился. В клубах пара жарился. Веником махал, потом истекал. Вышел обновлённый. И во всё влюблённый. Ох, и баня, жар, вода. Мои лучшие друзья. Частенько я езжу на машине. Вы уже видели все эти мои машины. Неоднократно. В том числе и ночью. И вот когда ночью едешь. Значит, возникли такие. Обычно ты едешь. Машины навстречу. Играет музыка. И вот родились такие строки. Ночь, дорога, свет машин. Хит и фэм. И я один. А это детское стихотворение. Я как-то смотрел на курочек, которые там во дворе были. И родились такие строки. Курочки лапками землю грибут. Что-то находят и жадно плюют. В дозоре стоит петушок молодой. И гордо трясёт он своей бородой. А это я был в Ростове. Сидел в кафе. Смотрел в окошко. Окна большие. И родились такие строки. Сижу в кафе. Смотрю в окошко. Так интересно наблюдать. Машины, люди, банк напротив. И так приятно отдыхать. Мало кто из нас встречает рассвет. Прекрасное время дня. Мы его обычно пропускаем. Но если вот кто иногда его встречает. Конечно вот эти красоты. Поднимающегося солнца. Вот эта какая-то тишина. Начало дня. Как начало жизни. Это всё воодушевляет. Поёт рассвет. Начало жизни. И заливает солнца свет. Мне хорошо. И жизнь прекрасна. И в этом весь её секрет. Дыхаю воздух. Вместе с жизнью. Что дарит лучик солнца мне. Душа ликует. Вот же счастье. Так ощути его в себе. Вот действительно. Ну ничего для счастья не надо. Вот она всё. Такие простые вещи. Но мы их пропускаем. Всё, что нам надо. Иду по Пушкинской. Это в Ростове-на-Дону. Иду по Пушкинской. Глазею. Навстречу люди мне идут. А я покушал и балдею. И о любви всем говорю. Сойти с ума в твоих руках так просто. Теряя мысли, землю и себя. С тобою невозможное возможно. Себя не мыслю без тебя. Ты самое большое испытание. Которое мне Божий подарил. И я люблю тебя так искренне и нежно, как только может женщина любить. Ну и хоть мужчина, но вот как-то вот такое. Что-то вот родилось такое. А вот эти стихотворения я сочинил Елене Прокула. Как раз у нее был юбилей. И я вот решил, что вот так это оригинально поздравить. Юбилей красы известные. Что им можно пожелать? Счастья, жизни интересной. Никогда не уставать. Елена Прокула молодец. Никогда не устает. Увлеченный человек. Есть, чему у нее поучиться. Практически это все, что у меня есть. Сейчас я выставил там на стихиеру. Кое-чего там нет, а здесь есть. И вот я все ношусь. Такой вот песенкой как раз новогодной. Возможно, она вас, ну будем говорить, как-то там взбодрит, веселит. Я только никак не могу, так как не владею особо грамотой музыкальной, музыку подобрать. Ну, может быть, я все это сделаю. Но, тем не менее, стихи я сочинил. И, кстати, жена сказала. Вы знаете, если хочешь стихи, чтобы там были, и это отражало Новый год, чтобы там были мандарины, конфетки и так далее. И вот у меня родилась такая песня. Ну, насколько я помню, настолько я вам ее пропою. Шелестят конфеты, обертки, запах мандарин стоит. И наряженная елка огоньками нас манит. Припел. Веселись, веселись, веселись. Народ наступает, наступает Новый, Новый год. Он удачу нам несет, он подарки раздает. А у нас и любовь дает этот Новый, Новый год. Так не спи, дружок сердешный, подними бокал скорей. Загадай свое желание и под звон курантов пей. Эй, веселись, веселись, веселись. Народ наступает, наступает Новый, Новый год. Он удачу нам несет, он подарки раздает. Он удачу нам несет, он подарки раздает. Этот Новый, Новый год. И тут шампанское открывается. Все эти там салюты. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Балам-бам-бам-бам-бам. И закончилось. Когда эту песенку пропел Вячеслав Добрынов, он сказал, мне вот эта концовка понравилась больше всего. Итак, с наступающим Новым годом, здоровья и счастья вам. Ну что, я не говорю вам подписываться на мой канал, рассказывать о нем. Но если есть желание и вы чувствуете, что это действительно какая-то полезная вещь, рассказывайте об этом. Так что, с наступающим Новым годом, здоровья и счастья. И, конечно, доброго здоровьица.